Число заболевших в крае коронавирусной инфекции превысило 100 человек. Подтверждено 20 новых случаев. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Пациенты изолированные находятся под контролем медиков. Сейчас идет работа по выявлению круга лиц, которые состояли в контакте с заболевшими. Губернатор обратил внимание на то, что прирост зараженных обеспечен недавним безответственным поведением одного большого семейного мероприятия. Владимиров призвал жителей края оставаться дома, чтобы сдержать дальнейшее распространение болезни. На Ставрополе отремонтируют детские школы искусств. Об этом на рабочем совещании в режиме видеоконференц-связи рассказал губернатор Владимир Владимиров. Глава края отметил обновление этих зданий – одна из приоритетных задач, обозначенных президентом в послании федеральному собранию. На эти цели регион получит почти 430 миллионов рублей. Соответствующие трехлетние соглашения подписали правительство края и Министерство культуры страны. Ремонтные работы начнутся уже в этом году в 15 муниципальных детских школах искусств, в том числе в Ставрополе, Пятигорске, Железноводске и Невиномыске. Участковые больницы Солнечнодольска готовятся принять возможных пациентов с коронавирусной инфекцией. Там оборудуют 150 дополнительных мест. Как идут работы, накануне проверил губернатор Владимир Владимиров. Палаты в больнице оснастят аппаратами искусственной вентиляции легких. Сейчас идет монтаж оборудования. Уже в мае там будут готовы принимать первых пациентов, если такая необходимость возникнет. Всего же в крае создадут больше тысячи инфекционных коек для потенциальных заболевших. В Ставрополе летом откроют детский сад на 280 мест. Строительные работы подходят к финалу. Двухэтажное здание готово на 80%. В дошкольном учреждении будут музыкальные и спортивные залы, классы для кружков, а также бассейн. Территорию около детсада зеленят, высадят деревья и кустарники. Отметим, что на строительство объекта выделили 255 миллионов рублей с федерального и краевого бюджетов. В рамках НАСПроекта «Демография». На Ставрополье начался сев подсолнечника. Аграрии региона обработали уже половину запланированных территорий. Это 130 тысяч гектаров. Сев Яровых идет по всему краю. В этом году работы начали на две недели раньше обычного. Из-за малоснежной зимы и засушливой весны. Кроме того, фермеры могут рассчитывать на региональную финансовую поддержку. Редактор субтитров А.Семкин